Купюра. Нью-Йорк. Тогда в Нью-Йорке я совершил преступление. Но не знал об этом. Даже не задумался. Тот, кто только думает, не совершает ничего. А у меня дела вроде шли нормально. Подворачивались неплохие варианты с лучшей и вышеоплачиваемой работой. Но я отказывался. Странные вы, русские, уважительно пожимали плечами друзья-американцы. Большинство из них, даже малознакомые, старались во всем поддержать и помочь. Не деньгами, но главное с работой и в ее поисках. Впрочем, и русские были, как правило, такие же. И поляки, оказавшиеся вне дома в Америке. И индийцы. Жизнь подбрасывала удобные и относительно денежные варианты. Но в этом для меня была ловушка. Утонуть в чужом болоте. Победно при всем своем, то есть при зримом заработке. Но слишком дешево. На жизнь мне и так уже хватало. Небольшой, но свой кабинет в комитете абсорбции мигрантов, редактора журнала «Новый американец», который выродился из одноименной неудачной и короткой попытки малоизвестного, но тогда живого и талантливого Сергея Довлатова как-то прорваться в этом глухом, но вечно орущем мире. И копеечные, но набегающие отовсюду гонорары под псевдонимом Юрьев. Его и знали. Своя фамилия оставалась только для частной жизни. Но тогда, к текущему заработку реального выживания, какая разница, как и где зовут? И даже куда? А я хотел только своего. То есть работу по специальности. Причем в Лондоне или в Вашингтоне. Так и получилось, когда почти одновременно пришли два контракта на работу. По специальности из Лондона и из того же Вашингтона. Легко потом сказать «потом». Берегите себя. Все остальное проходит. Однажды писатель-авангардист Костя Кузьминский устроил у себя при доме очередной перформанс. Это когда хочется сказать, что думаешь, но показываешь жестами. Скупыми и потому понятными всем, но не каждому. Весь вечер мы пили пиво, наливаясь рядом с инсталляцией ванны с Костиной женой под зонтиком, но в купальнике, к нашему счастью. Мы смотрели то на нее, то на пиво. А к закату устроились под деревьями у какого-то стола. Продолжать. Я мало кого знал из компании, но двое, сидящие рядом, затеяли громкий разговор о деньгах. Доллар – все, остальное – ничто, они дополняли друг друга. Деньги – это главный смысл человеческого существования. И так захлеб минут пятнадцать. Я вовсе не против денег и не ханжа, но было что-то скотское в этом уверенном по тону разговоре. Такие люди всегда безапелляционны и поэтому быстро пробиваются в жизни. Им некого терять, так проще. И нечего, кроме денег. При них и остаются. Соседи по столу в захлеб убеждали друг друга. И я услышал тогда якобы американскую присказку. Не по отношению к себе вообще, как некую истину. Причем услышал только от русских. Тогда впервые. «Если ты такой умный, – говорил один другому, – то почему такой бедный?» На самом деле, подобное ни в Америке, ни в Англии даже представить себе невозможно. Настолько это противоречит самому духу и взаимоотношениям людей, что в США, что на Западе, где любая работа априори уважаема, а любой работающий – тоже. Правда, так было давно. И это даже я, еще недавно приехавший сюда, уже знал. А они все говорили и говорили. Деньги, деньги, опять деньги. Накачавшись пивом, мне вдруг все это надоело. Так бывает. Как усталость от чужого собеседника. Сразу резко и по мозгам. Под питой я молча вытащил наугад купюру из кармана. И надо же, оказалась самая большая. Единственная из всех, что лежало в моем кармане. Тогда ее заработанную непросто, было на что потратить. Сигареты в Нью-Йорке стоили доллар двадцать пять центов, а галлон почти четыре литра бензина, едва больше доллара. На десятку баксов я почти заправлял бак машины. Ну и что? Купюра была уже помята и пахла почему-то осенью. Под красно-желтыми кленовыми листьями вокруг. Красивыми и густыми, как магазины на Манхэттене. Я подхватил зажигалку, прикурил и поджег бумажку. Буднично. Как-то само собой. Она сразу же схватилась огнем вверх, скручиваясь, как стриттизерша на шести пальцев. Стол резко замолк. Кто-то замер от ужаса. Кто-то рядом стал хватать ее, чтобы потушить у меня из рук. Что ты делаешь? Это же деньги. Потому и делаю, что деньги. Оставьте, пусть горит, вмешалась какая-то девушка. Это же красиво. И глянула на меня, поддерживая. Ты смотри, это же нарушение закона, сжигать государственные знаки, сказал мне, когда я вскоре собрался уходить, законопослушный до этиатизма рассудительный знакомый, переехавший в Штаты из Иерусалима и потому ставший здесь большим патриотом, маленького, но гордого государства. Во искупление, видимо. Так это же мои личные деньги. Все равно нельзя. Оскорбление государства. Да ладно, ну вот тебя поддержало. Продолжение Маклейна. Красиво горит, передразнил он. А кто это Маклейн? Не понял я. Не слышал? Дональд Маклейн. Это тот самый советский шпион из Англии, который наворотил с Кимом Филби кучу дел и ухитрился бежать в Москву перед самым арестом. А его дочь, вот та в черной майке, с маленькой внучкой, побыв там, потом уехала на Запад. А что они здесь делают? Что-то делают. И по-русски понимают. И тянется она к русским. Говорит, мы духовно богаче, чем американцы. Ей виднее, сказал я. И подумал, она же среди нас не жила.